Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное за неделю расскажут наши корреспонденты и я, Виктория Шаре. Коротко об основных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре в эти дни проходит форум медиа-лаборатория «Власть медиа доверия». В областном центре встретились руководители ведущих СМИ страны, журналисты, звезды медиа и представители госструктур, чтобы обсудить актуальные вопросы. Большое внимание уделяется развитию социальных сетей. Именно поэтому среди присутствующих много руководителей госпабликов из различных муниципалитетов Самарской области. В программе форума большая дискуссионная панель, мастер-классы, открытые диалоги и неформальное общение. В работе форума принимают участие губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Улучшение дошкольного и общего образования, развитие физической культуры и спорта, меры социальной поддержки, благоустройства и другие темы. В Думе Самары прошло 46-е заседание, во время которого глава города Елена Лапушкина подвела итоги своей работы за прошлый год. Результаты оглашались перед представителями депутатского корпуса. Особое внимание уделили мерам социальной поддержки и помощи семьям мобилизованных, а также работе по поддержке наших бойцов в зоне спецоперации. Михаил Ермоленко выяснил подробности. Как и в прошлые годы, во время первого срока управления городом вектор работы главы Самары Елены Лапушкиной сохраняет социальную направленность. По итогам 2022 года и начала 2023-го дети от 3 до 7 лет полностью обеспечены местами в детских садах. Способствует этому как открытие новых учреждений для дошкольников, так и возвращение в систему образования зданий, в которых сады находились раньше. Новые места открылись в Куйбышевском и Советском районах. Появились позиции в дошкольные учреждения после переоборудования и ремонта действующих детских садов. Вопросы с доступностью дошкольного образования практически решены. Также, благодаря реализации нацпроектов, Самара еще сильнее приблизилась к решению задачи, которую поставил президент Владимир Путин. До конца 2023-го полностью обеспечить места в детских садах для ребят в возрасте до 3 лет. По итогам 2022 года этот показатель составил 98%. В прошлом году в свои двери открыли три новых дошкольных учреждения. Создано 319 мест, из них 106 ясеных. Два учреждения находятся в одном из самых густонаселенных районов города, в Октябрьском. За прошлый год положительные изменения наступили и в сфере общего образования. В Октябрьском районе Самары открылась новая школа номер 26 на 850 мест. В 78 учреждениях провели капитальный ремонт, обновили пищеблоки в 38 школах, что в два раза больше, чем в 2021 году. Усилили и систему охраны в учреждениях. Безопасности детей уделяется большое внимание. Впервые все объекты образования охраняются силами частных предприятий и организаций. Все школы оснащены средствами управления эвакуацией людей, металлодетекторами, кнопками экстренного вызова полиции. Средства направили и на оснащение общеобразовательных учреждений системами наружного освещения и видеонаблюдения. Улучшили и противопожарную безопасность. Продолжается строительство и ремонт школ. Мы видим количество проектных документаций, которые прошли экспертизу. И уже, так сказать, выдаются РСКи, разрешение на строительство. Это и дополнительная школа в Угоре, и дополнительная школа в Крутых Ключах. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» выполнили первый этап благоустройства парков «Молодежные» и «Воронежские озера» в промышленном районе. Работать там продолжат и в этом году. В 2022-м преобразились сквер у дворца бракосочетания на улице Сергея Лозо в Красноглинском районе, сквер Куйбышева в Куйбышевском районе, пространство около дома номер 170 по Ташкентской в Кировском районе. Обновляются и дворовые территории. Очень отрадно, что в этом участвуют жители непосредственно, потому что идет и голосование жителей, и их участие в проектировании на всех этапах и, естественно, в контроле. Мы совместно с жителями постоянно находимся в контакте и постоянно те или иные территории объезжаем, смотрим и с подрядчиками, и с жителями, и даем какие-то свои советы, свои пожелания. Отдельное внимание в администрации Самары уделяют помощи населению. Сейчас в городе оказывают 72 меры социальной поддержки, 31 за счет средств бюджета муниципалитета. Кроме того, за последний год введены три новые программы помощи. Власти города активно содействуют переселению людей из ветхого непригодного жилья. За 2022 год новый дом обрели 764 семьи. Приобретено 2459 жилых помещений, что в четыре раза превышает показатель 2021 года. Говорили на заседании и о специальной военной операции. Администрация города продолжает активно помогать военнослужащим и их семьям, волонтерам и общественным организациям, работающим на благо защитников страны. Елена Лапушкина отметила, что продолжают оказывать поддержку добровольческим инициативам. Помогали помещениями, расходными материалами, инструментами, оборудованием, многим другим. Помогали тем, кто, объединившись, занимается плетением маскировочных сетей, шьет спецодежду, сбором, отправкой на фронт предметов первой необходимости. Улучшается в Самаре и жилищно-коммунальное хозяйство. Только за прошедший год на территории города за счет внебюджетных средств модернизировали 43 километра тепловых сетей. Возводят новые котельные для жителей Куйбышевского района, что обеспечит стабильное поступление тепла. Объекты заменят действующие теплоисточники, которые физически износились и не подлежат ремонту. В рамках развития транспортной инфраструктуры в эксплуатацию вводят новые дороги в разных районах города. Так, в Волгаре в 2022 году завершена прокладка двух новых маршрутов. Отремонтированы дороги на таких оживленных улицах, как Гагарина, Волжский проспект, Вилоновская, Физкультурная, улицы Магистральная и Алма-Атинская, Советской армии и Сергея Лозо. Основным направлением деятельности, как прозвучало в докладе, конечно же, является социальная направленность. То есть работа администрации в основном сводится к улучшению жизни наших горожан. Сегодня в докладе прозвучало очень много цифр, очень много фактов, направленных именно на то, чтобы жить в нашем городе становилось лучше. Подводя итоги прошедшего года, глава Самары подчеркнула, что со всеми задачами администрация справлялась сообща с правительством региона, депутатским корпусом и жителями города. Огромную поддержку оказывал губернатор Дмитрий Азаров. Участники заседания, думаю, отметили, «Несмотря на то, что многое уже сделано, главное, по итогам работы главы города созданы заделы на новые свершения». Михаил Ермоленко, Игорь Казановский. События. Когда платья и костюмы стали вечерними, а жизнь взрослой. Для выпускников 9-х и 11-х классов звучали последние звонки. Впереди государственные экзамены, прощание со школой и долгожданный выпускной бал. А 23 мая с цветами и праздничными лентами они в последний раз прошли по коридорам родных школ под звук последнего звонка. В торжественных линейках, которые провели по всему городу и области, приняли участие губернатор региона Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Подробности в сюжете Галины Топилиной. Выпускник 124-й самарской школы Роланд Корнеев уже мечтает стать студентом. Свой жизненный путь он планирует связать с информационной безопасностью. Собирается поступать в один из самарских вузов. Будущий студент планирует приносить пользу стране, родному городу и при этом много зарабатывать. Такую задачу ставит перед собой выпускник. А сегодня вместе с одноклассниками Роланд читает стихи со школьной сцены и вспоминает годы, которые прошли в стенах родной школы. Чувство смешанное. Наверное, грусть и радость, все в одном. Долго к этому готовились, долго шли. Экзамены, зачеты, уроки, оценки. Сейчас все кончилось, и ощущение, может быть, какого-то недостатка того, что было. Постоянные систематические приходы сюда, общение с друзьями, с учителями, какие-то взаимодействия. Этого всего будет не хватать. В торжественной линейке, которая прошла в 124-й школе, приняла участие глава города Елена Лапушкина. «Пришло время сделать первый взрослый шаг», отметила глава. Она пожелала выпускникам настойчиво идти к цели, не бояться амбициозных задач и стать профессионалами высокого уровня. Вы прошли этот школьный путь, замечательный, интересный школьный путь. Вы получали знания, вы учились удивительным вещам, я сейчас в этом убедилась, когда заходила в этот зал. Вы учились общаться, знакомились, и многие друзья, с которыми вы познакомились здесь, на школьной скамье, пройдут с вами дальше по жизни. Но, увы, этот этап пройден, и пришло время сделать первый взрослый шаг, выбрать то дело, которому вы посвятите всю свою жизнь. После напутственных слов главы и директора школы состоялся концерт. Программа началась с выступления первоклассников и продолжилась творческими номерами выпускников. Одно из направлений обучения в 124-й школе – архитектурно-дизайнерское проектирование, которое входит в программу обучения уже с первого класса. Выпускники учебного заведения становятся заслуженными архитекторами города, модельерами и дизайнерами. В коридорах школы можно увидеть экспозицию работ учеников. Один из наших профилей – это технологии архитектурно-дизайнерского проектирования. И работы были представлены в различных техниках. Это была и живопись, и вышивка, обработка дерева. Вы могли видеть наши наличники, где дети изучают историю самарского зодчества и потом воплощают это в своих работах. Сегодня самарское образование для многих служит знаком качества. На регулярной основе реализуется программа повышения квалификации педагогического состава образовательных учреждений. При поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова модернизируется и научно-техническая база. Среди основных задач в сфере образования глава региона видит обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов, обновлению фондов учебной литературы, благоустройству территорий вокруг школ. По инициативе главы региона для выпускников, поступающих в самарские вузы, установлена материальная выплата в размере 10 тысяч рублей. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События. Букеты цветов и подарки. Самарчанка стала обладателем 100-тысячной карты жителя Самарской области. Торжественная церемония прошла в одном из офисов банков-партнеров программы. Пластиковую мультикарту вручил губернатор региона Дмитрий Азаров. Тему продолжит Сергей Кизоркин. Цветы и подарки из рук губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Такого праздника обладательница 100-тысячной карты жителей Самарской области Екатерина Рогачева не ожидала, когда решила получить универсальную пластиковую карту. Об этой жизненно необходимой новинке узнала случайно от коллег по работе. Потом я зашла на сайт, прочитала про эту карту. Она является и дебетовой картой, то есть я могу оплачивать ей покупки везде. Плюс она еще и как общественный транспорт для оплаты, ну там кэшбэки, баллы, что позволяет тоже экономить какие-то денежные средства. Есть такая удобная функция, как использовать как ключ домофона. Я считаю, что это очень хороший проект, потому что эта карта включает в себя много-много разных функций, чтобы все было в одном как бы месте. Впервые термин «карта жителей Самарской области» прозвучал в феврале 2020 года. В послании губернатора Дмитрия Азарова это послужило стартом к реализации проекта. Разработкой занимались региональный департамент информационных технологий связей «Цифровой регион» совместно с банками, торговыми и сервисными предприятиями. Это очень непростой продукт, на самом деле. Он такой сложно сочиненный. И здесь очень важно было заручиться поддержкой надежных партнеров. Вот хочу сказать, что сегодня у нас три банка являются партнерами. Еще раз хочу привлечь внимание жителей Самарской области к этому продукту, который позволяет комфортно, быстро получать и государственные услуги в электронном виде, имеет целый ряд преимуществ по бонусам, скидкам. Является, в общем, сегодня инструментом, работающим как социальная карта. Познакомился губернатор Дмитрий Азаров и с работой только что открывшегося крупнейшего сервисного центра банка-партнера в стране. В ближайшее время здесь создадут 1300 рабочих мест. А значит, жители региона получат новую перспективную работу. Благодаря правительству и губернатору был выбран именно регион Самара, потому что нам здесь комфортно создавать рабочие места, инвестировать в эту территорию, потому что здесь прекрасный персонал. В новом центре сосредоточены подразделения розничного бизнеса, поддержки и контроля финансового, юридического и административного. Кроме того, заработает федеральный круглосуточный ситуационный центр для мониторинга нештатных ситуаций банка и их оперативного устранения. Самара стала глобальным центром компетенций сотрудников, которые оказывают клиентскую поддержку различного уровня и сложности, в том числе при получении карты жителя Самарской области. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов, События. Самарские гимнастки впервые стали мастерами спорта. Наша сборная завоевала серебряные медали на всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике на Кубок Олимпийской чемпионки Анастасии Максимовой в групповых упражнениях. Юные спортсменки прибыли на родную землю, в аэропорту их встретили родители, а также наша съемочная группа. Громкие аплодисменты, цветы и искренние поздравления. Сборная Самарской области завоевала серебряные медали на всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике на Кубок Олимпийской чемпионки Анастасии Максимовой в групповых упражнениях. Они проходили в Нижегородской области с 19 по 21 мая. Гимнастки стали мастерами спорта. Быть капитаном непросто, рассказывает Екатерина Резник. Это большая ответственность. Нужно уметь вести за собой команду. В этом деле помогают определенные качества характера. Естественно, наверное, все-таки героизм такой, потому что я, как капитан команды, вынуждена была собирать ее. То есть я готовила команду, настраивала. Это, на самом деле, почетно было. И я очень рада, что у нас все получилось. А вот Виктория Смирнова пока еще не осознала, на какой уровень теперь вышла ее команда. Однако юная спортсменка уверена, это придет со временем. С 12 лет идешь к этой цели, но пока еще не осознаешь, что ты мастер спорта. Но в скором времени, естественно, придет осознание, но пока я как бы еще... Ну, что-то есть, но что-то нет. Вот. Но я очень рада, конечно. В соревнованиях принимали участие 60 команд, которые допущены к программам «Мастер спорта». Очень масштабные соревнования, очень приятно было выступать. Мы довольны на 100% результатом. У нас два серебра и одна бронза. Девочки справились с волнением и показали, на что они способны. Выступили достойно, защищали хорошо честь Самарской области. Ну и результат оказался вот таким хорошим. Спортсменки уверены, эта победа – общая заслуга. Без поддержки родных, друзей и опытных наставников ничего бы не получилось. Мы вас любим! Ксения Баканова, Игорь Казановский. События. Московский «Спартак» выиграл всероссийский детско-юношеский турнир среди хоккейных школ России Кубок Владислава Третьяка. Неделю в Самарском дворце спорта имени Владимира Высоцкого 12 команд определяли призеров турнира. 63-й регион представляла Тольяттинская «Лада». Сергей Кизоркин продолжит тему. Финальный матч всероссийского турнира Кубок Владислава Третьяка получился упорным и бескомпромиссным. После трех периодов счет на табло был ничейный 5-5. На ледовой арене Московский «Спартак» и Казанский «Акбарс». Эти команды на отборочном этапе в своих дивизионах уверенно выиграли всех своих соперников и заняли первые места. А в матче за главный трофей все решило дополнительное время и точный бросок спартаковского нападающего под девятым номером. Иван Блохин на этом турнире забил 4 шайбы и впервые выиграл Кубок Третьяка. Турнир был очень эмоциональный сложно было довольно а счет не показатель. Когда забил решающий гол все радовались. Турнир хороший мы провели очень хорошие три последние игры спасибо большое Кузнецкому Эдуксу, ССК Акбарсу всем командам с которыми мы играли. Финал он в любом случае никогда не бывает простым в финале сейчас сильные команды спорт кто-то был должен кто-то проиграть. Эмоционально конечно мы были очень сильно пусты но пацанам спасибо за характер. За Кубок Третьяка сражались в Самарском дворце спорта 12 команд со всей России были представлены именитые хоккейные школы страны родоначальники этого вида спорта в Советском Союзе ЦСКА, Спартак и Динамо. Организаторы поделили команды на два дивизиона. На отборочном этапе Тольятинская Лада представляющая Самарскую область заняла третье место а в плей-офф проиграла столичным армейцам. Команда Лада показала лучший результат за последнее время в Кубке Владислава Третьяка и заняла шестое место. Я думаю, что ребята выступили очень достойно. В решающем матче достался очень серьезный соперник команды ЦСКА, который по сути было место в финале. Бронзовые медали заслуженно получили 11-летние хоккеисты из Кузнецка обыграв в плей-офф Хабаровский Амур. Игра была хорошая, честная, смелая. Турнир прошел в Самаре прошел на очень хорошем высоком уровне. Мне хочется еще раз выразить благодарность, конечно, губернатору и Министерству спорта. Призы лучшие игроки турнира поделили между собой две команды медалистов. Казанский Акбарс взял награды защитнику и вратарю, а Кузнецкий Лед нападающему и бомбардиру. Обладатель Кубка Третьяка остался без индивидуальных призов. Финал получился не по-детски серьезным, очень серьезное соперничество. Видно, что мастерство ребят, несмотря на их юный возраст, уже присутствует, значит, нам есть к чему стремиться. Такой турнир, который проводится у нас уже более 15 лет и остается для нас традиционным, и будет проводиться у нас в субъекте при поддержке губернатора нашего региона, в том числе Дмитрий Регич Азар, возрожден по его инициативе. Он для нас является флагманом для развития детского хоккея. Поэтому я надеюсь, что гости к нам еще приедут, а мы когда-нибудь войдем в тройку лидеров этого турнира. В этом году за кубок Третьяка не сражалась Самарская комета. Согласно регламенту соревнований, хозяева турнира могли заявить только одну хоккейную школу с более лучшим показателем на первенстве по Волжье. Восьмое место заняла Лада, девятая комета. По мнению экспертов, у самарских юных хоккеистов есть все шансы в следующем году побороться за места на пьедестале почета при условии, что кубок Владислава Третьяка снова разыграют в Самаре. Сергей Кизоркин, Игорь Казановский, События. Дачный сезон в самом разгаре и хорошие выходные не обходятся без шашлыка. Как выбрать качественное мясо и его правильно приготовить, узнала наш корреспондент Ксения Баканова. Правильно выбранное мясо – залог вкусного шашлыка и удачного отдыха. Если продукт окажется несвежим, поездка на природу может закончиться отравлением. И даже самые изысканные травы и оригинальный маринад ситуацию не спасут. Когда вы приходите на рынок, вы обязательно обращайте внимание на продавца. Как он выглядит, одет ли он по форме, есть ли чепчик на голове, перчатки на руках. Если нет документации видимой, уточнить, какая документация. Лицензии все должны быть пройдены, ветконтроль у животных, должны везде печати стоять на продукции, я имею в виду мясной. При выборе мяса обращайте внимание на внешний вид. Степень свежести можно определить, надавив на кусок пальцем. Если ямка быстро исчезнет, мясо свежее. Не стоит игнорировать и запах. Здесь хорошо работает так называемый метод горячего ножа. Попросите сотрудника магазина накалить лезвие зажигалкой и воткнуть его в кусок мяса. Если запах не нравится, от покупки лучше отказаться. Однако, выбрать продукт это только половина дела. Важно правильно его приготовить. Начать лучше с маринада. Он не только влияет на вкус шашлыка, но и на микробиологическую безопасность мяса, в особенности свиного. Там присутствуют бактерии, которые нужно обязательно убить маринадом и прожарить мясо полностью. Говядину мы можем сделать медиум, медиум вэл подать, так как и баранину. А вот свинину нужно обязательно замариновать. Для рецепта понадобится репчатый лук, помидор, растительное масло, специи и петрушка. Зелень мелко рубим ножом, а лук режем полукольцами. В процессе приготовления не забываем о правилах безопасности. В одной чашке я делаю маринад, режу ножом. Соответственно, после этого я делаю уже мясо. Если вы мясо сначала порежете, то нужно обязательно помыть нож и доску, и заняться маринадом. Лук придаст мясу сочность, а у помидора есть своя кислота. Мясо хорошо примаринуется и станет нежным. На очереди свинина. Мясо нарезаем такими довольно крупными кубиками, чтобы было удобнее жарить, потому что если будет маленький кубик мяса, то оно может пересушиться на костре. Смешиваем ингредиенты. В процессе щедро отжимаем лук с помидором. Овощи отдадут сок, а свинина его впитает. Чтобы убрать лишнюю соль с маринада, можно добавить растительного масла. И при жарке он дает такой приятный колер. Готовый продукт накрываем пленкой и отправляем в холодильник на сутки. Если торопитесь, то можно использовать вакуумный пакет или минеральную воду. Также обратите внимание на посуду, в которой планируете оставить мясо. Я вам советую не хранить в железной посуде, переложить это все в пластиковую, потому что маринад, если вы будете использовать уксус, лимонную кислоту или что-то еще, газ и минералку, это будет взаимодействовать с металлом, а это не нужно. Маринованное мясо остается только хорошо прожарить. Главное – не пересушить. Самая оптимальная температура для жарки шашлыка, если рука терпит, то можно жарить, если не терпит, то подождите и потом жарите, и он не будет ни перегорать и ни пересыхать. В процессе жарки с огнем можно бороться с помощью простой поваренной соли. Также не забываем переворачивать шампуры, чтобы свинина хорошо прожарилась. Для того, чтобы понять, готов ли шашлык, делаем надрез ножом. Если мясо имеет серый оттенок, значит оно готово. А если розовый, осталось всего пять минут. Наше мясо готово. Снимаем. Готовое блюдо подаем с любимым соусом, маринованным луком и овощами. Ксения Баканова, Константин Головин, События. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok